И как три белых коня понеслись по этой студии, самые крутые шутки, и уже Анна не может просто остановиться, потому что... Ой, такие смешные прыжки. Просто злой профессор Мариарти запорожского юмора у нас в гостях. Речь, конечно же, идет о Юрии Мурашковском, который из года в год, вот уже много-много лет продолжает тянуть на себе непосильный груз запорожского юмора под названием «Молодежка». И так финал уже в ближайшем будущем. Это историчная подія. 10 лет я работаю, первый в жизни смеюся, когда КВНчик в эфире. Так я уже не КВНчик, это нормально. Я уже над КВНчик. Это все пояснение. Я с другой стороны зашел. Адміністратор, открытый запорожского молодежного леди КВН Юра Морошковский сьогодні зранку до нас прийшел. Не с пустыми руками, а с квитками будем запрошивать всех уже 18 числа на финал. А вот хто сам зустрінеться своими гострыми жартами в финале, сподіваюся, сьогодні не знаємося. Здрасте! Доброе утро тебе! Наконец-то мы закончили долго говорить о том, кто пришел. Просто очень много комплиментов. Ты давно был у нас в гостях, накопилось именно в свой адрес. Я вот правда давно был. Знаете, я с детства очень люблю кроссворды и программу «Полече детс», поэтому сегодня тоже пришел. И сегодня я хотел бы вам вручить такие подарочки в честь финала от молодежной лиги КВН и нашего партнера «Друг Центр». Вот такие вот футболочки, Анечка, это тебе. Это девчача. Да. Это не мой размер. Ну ничего. Это поменьше. Это тебе знаешь, что? КВНчики на вырост. КВНчики носят все на вырост. Ой, спасибо большое. Вот такие вот замечательные футболочки. И я хочу пригласить вас и всех телезрителей 18 декабря в 16.00 ДК «Орбиту» на финал КВН. Вы там сможете не только хорошо посмеяться, а хорошо отдохнуть. Але и вдягтися. Але и выиграть вот такие футболочки и другие призыви в наших партнерах. Класс. Мне уже подобается. Проходишь еще? На самом деле, 18 декабря у нас уже финал состоится. И в финале встретятся у нас пять команд. Ух ты. Почему? Звездная пятерка. Да, и вратарь. Так как у нас открытая лига, поэтому у нас... Закрытые двери. А в запорожской лиге запорожской команды осталось только две штуки. Это коллектив «Умка» и тренер Виктор Иваницкий будет выступать. «Умка» недавно, как вы знаете, если вы знаете, не знаете, я вам расскажу. В Днепровской лиге заняли третье место, с чем я ребят уже поздравлял. Еще раз поздравляю, ребята молодцы. Заняли третье место в Лиге смеха в Днепр. И теперь у них больше шансов, наверное, попасть в Лигу смеха телевизиона. Ну, желаем им всех гораздо и так далее. Через Одессу. А Виктор Иваницкий теперь же у нас звезда. Пацаки-шоу. Видели, да, сериал? Замечательный сериал. Да, видели. Вот такой, да, вот у нас тренер будет. Вообще у нас как бы сезон в этом году немножко отличается от обычного КВНовского. Потому как официально... Уже в формате Лиги смеха. Да, приближенном. Официального КВНовского, наверное, как бы такого уже как нет в Украине. КВН уже нет. Хочу на отпраздновать в этом году 55-летие. Но все же мы его реформировали в некую Лигу смеха, которая, в принципе... Да, к сожалению, Юра, не мы с тобой его реформировали. Переняла самое лучшее от КВНа. И добавила своих фишечек, да. И мы решили помогать командам адаптироваться, выступать в таком формате, в формате Лиги смеха. И поэтому у нас в этом году введены тренеры. Но мы посчитали, что жюри не всегда справедливо оценивает команды в Лиге смеха. Поэтому жюри у нас стандартная КВНовская. То есть оценки выставляют члены жюри, а тренеры только помогают команду, вместе с ними выступают. На самом деле все тайно становится явным. Даже во времена КВНа, в принципе, у каждой команды был тренер. И чаще всего это какой-то был опытный КВНчик. Просто сейчас это более распиаренные персоны, которые уже могут, в принципе, и показываться зрителю. У меня однее питание. В принципе, мне зрозумело, как работают тренеры с запорийскими командами. А как работают, власне, запорийские тренеры с командами, которые из других мест. Например, там Тоби Андервейральд, он из Полтавы, знаете, да? С Прилук. С Прилук. Вот как запорийский тренер работает с Тоби, который в Прилуках живет? Ну, слава богу, в 85-м, по-моему, году появилась такая штука, как интернет. И она очень помогает нашим командам и тренерам. Слита, много других жертв, вы сможете почути 18-е числа на сцене. Да, нет, этот не будет, это уже моя шуточка. В режиме, да, на созвонах, у них есть скайп, онлайн-сети, они переписываются, вместе редактируют материал, подбрасывают друг другу идейки там какие-то, вот, и вместе это делают. И это, помимо Тоби Альдерверлда и Виталия Гончаренко, я знаю. Я люблю, так же, не говори, что там... Еще точно так же у нас работают команды из Днепра, 500 дней лета и сладкий крепкий чай, который... Я не дарма, оттримаю, что... Ты просто скажи Ані, ICQ, то она не поймет. ICQ Аська, да, да, да. Ты, Дин, еще П2П было, помнишь, когда... Він-то піде, ты тут залишаешься. Хорошо. Квитки у нас в руках є на 18-е число, 8-й сезон фінал молодежки, молодежної ліги КВН. Можете їх забрати, якщо нам розкажете смешний анекдот, такий, від якого ці двоє будуть сміятися. А ми будем с тобой... Расмешай корик. Расмешай Юрчика, называется передача. Бог Юрчиків. Я, бажа, не загадай, я не скажу. Так, давайте узнаем, кто к нам дозвонил. Как обычно, на троих твоё желание. Так, и... Кто к нам дозвонился, алло, доброе утро. Я буду загадываться, чтобы вы выехали. Алло. Алло, да. Как вас зовут? Владимир. Владимир, очень приятно. Владимир, вам предстоит нелегкая задача, о которой вам расскажет Анна, ну а мы с тобой примем образы очень несмешных парней. У нас сьогодні речі о том, що розіграються квитки на фінал молодіжної ліги КВН, оскільки тема гумор у вас взагалі сьогодні проста задача. Розкачіть нам якийсь смішний жарт або анекдоти. Якщо ці двоє будуть сміятися, ми квитки вам сьогодні віддаємо. Давай. Анекдот такий, значить. Простойний тільки. Слышно, да? Кто? Да, ну че я можу. Дружина. Дружина. Будеш варити пельмени, кидає кастрюлю по одному, щоб вони схиплить. Когда вернулись, людший муж варил шестой пельмень. Шестой пельмень. Он варил каждый пельмень, вынял его, съел. Тайна третья планета, шестой пельмень. Че тебе рвів? А вони просто постоянно так пельмени варят, поэтому... Я просто решила подарувати, пусть як обрати. Мало того, ты просто спасла нашого телезрителя. Своим смехом мы засмеялись, поэтому... Ну, да. Телефонуйте ще. Дякую вам. Ты все уже подарила? Дякую вам. Сьогодні приходьте за сквитками, будь ласка. Я просто вдячний глядач і вдячний слухач. Саме цього смеху чекаєте всі команди. Просто она і загадала їм на це желание розсмеяться. Хочу шутку про пельмень. Знаєте, це дуже важко для команд, які виходять на сцену, щось там жартують, їм здається, що це смішно, а жартують вони в повну тишу. І от тому такий сміх, як у мене... Поэтому у нас є редактура, которая помогает командам понять, будет ли это смешно для нас. Ну, иногда допомагает, иногда нет. По-всякому бывает. Ну, редактора всегда помогает. Ти жартував колись от так вот в повну тишу? Слава Богу, только дома, когда никого нет. А так... І тому тиша. Закономірно. Ми з тобою о всех командах рассказали. Ну, нет. У нас ще одна команда буде. Я вам назвав 4 команди. А ще одна команда – «Запорожский вектор, машинка за МТУ». Тренера, у них два тренера. Це Ігорь, Лысенко і Едуард Рыбалєвський. А что такое? Вот, как же они тоже будут выступать у нас в финале. Седьмой пельмень пошел. Давай пока в неистовом смехе находится Анна. Все-таки еще раз пригласим наших телезрителей. Ну, во-первых, огромное спасибо за подарки программе «Утро». Они займут достойное место на нашей стене смеха. Есть стена плача, а у нас стена смеха с тобой будет. У нее это совместность. Давай еще раз пригласим. Итак, 5 команд, звездный финал молодежки. Куда необходимо прийти, есть ли дресс-код? И что необходимо при себе иметь? Дорогие друзья, приходите в это воскресенье, 18 декабря, в ДК «Орбиту». 16.00 у нас будет начало финала 8 сезона открытой запорожской молодежной лиги КВН. Дресс-код у нас свободный. Приходите, будем рады. Будет смешно, будет интересно. Будут подарки от наших спонсоров. Будут крутые, веселые команды, звездные тренеры. Будут классные, веселые команды, будут звездные тренеры, замечательные жюри. А после КВН всех вас приглашаем на автопати. В паб «Бульбульдог», там мы будем отмечать уже по всем канунам КВН-овской тусовочки. Так что будет весело, интересно и зарядим вас новогодним и позитивным настроением до конца этого года. Это точно. Хорошо, приходи к нам почаще. Спасибо большое. Мы, может быть, будем из-за тебя пореже слышать Аму, зато находиться постоянно в состоянии смеха. На позуку, или? Хорошего вам настроения. Впереди у нас прогноз погоды. Екатерина Мусиенко, надеюсь, вас также порадует чем-то приятным, может быть, также и веселым. Спасибо.